10 по 12 октября в сочи пройдет российский этап гран-при формула-1 о том что и как это будет нам расскажет человек которого титрует как российский голос формулы 1 это алексей попов у нас костяк приветствую спасибо алексей российский голос формулы 1 а кто у нас лицо российской формулы 1 с вашей точки зрения ну тогда я скажу что моя коллега наташа фабрична с которыми вместе комментируем с огромным удовольствием передаю ей право быть лицом на самом деле два голоса и два лица данной ситуации странно когда девушка разбирается в таком в общем-то очень брутальным мне тоже было пора то есть вот это странно смотреть на вас потому что она абсолютно ну как бы наравне казалось я могу я вам честно могу сказать я могу выйти из кабины там если со связью какие-то проблемы или просто если там в часа три уже идет и надо просто выйти и раньше нельзя было то я могу смело выйти я знаю что ничего плохого не произойдет это конечно не изменило очень серьезно вообще всю работу просто работа стала все сложнее и сложнее здесь надо понимать что когда мы начинали в девяносто ром году не было ни интернета не было огромного количества новостей ты там готовился у тебя была одна гонка постепенно добавилась квалификация потом гонки гран-при 2 а потом опять же зритель сидя дома него есть twitter у него есть лайф тайминг у него есть вся информация огромная и ты должен не только видеть картинку видеть 10 разных мониторов 100 бумажек разложенных которые мы готовим там сутками все это делаем и поэтому одному уже можно конечно но не то качество а так вот все в диалоге как я люблю общаться с мега профессионалами коллегами потому что в этих случаях можно выйти из студии только если у нас нету кошки вот сегодня у нас да давайте до сюда красавец это он мурзик вот такой красавец мы ему найдем хозяйку я думаю или хозяина из либо из ваших фанатов либо просто из поклонников формулы что вы знаете не моих фанатов а фанатов формула-1 вот так все хорошо давай это как вопрос о голосе вот видите с чего мы начали часто мне говорили что алексей попов это голос формула-1 вас так титрует да но это уже это уже обратная знаете страна там слабы но дело в том что когда я начинал это делать мне очень хотелось чтобы каждый раз и в начале и после рекламы это звучало очень хлестко я подсмотрел это у наскаровских комментаторов там знаете когда после после рекламы входила такая отбивочка десна скорейся и вот и вот такой мне только хотелось вот у них было двое совместно имя голос форму но голос мне очень неприятно было занятие вот голос формула-1 и такая вот что-то вот голос выгнал голос америки тогда голос вот его а мне поэтому российские голоса придумал и дальше но это относилось каналу то есть это ртр российский голос формула-1 потом у нас был спорт этот спортом российский голос формула 1 когда стал россия-2 то чтобы не было масля масляного я убрал слово российский ноши так россия 2 голос формула-1 но каждый раз это не про себя говорил я понимаю а люди действительно это слышали про меня и очень часто ко мне подходит вот российский вот и вначале а за очень смущался этому сейчас я просто привык но опять-таки вмысленно конечно я не смотрю в зеркало не говоря вот какой я великий голос формул один сразу что вы можете вообще как-то смущаться в чем-то связано с профессией учитывая что вы в общем 17 фактически лет в общем в профессии знаете все нюансы вы же начинали прямо в монако да вот нет я в монако потом меня пригласили там работать та фирма с которой мы тогда вели трансляции начинала здесь все таки морзик чуть не сбежал да он у нас гонщик начинал я здесь или это было как раз уже выгода рк то есть водка телеканал россия ртр и 92 год мы начали мне было действительно 18 лет не исполнилось и забавная история когда и на первой гонке меня отправ отправляли то нужно было согласие родителей как то есть визу получить то есть я начал работать при этом без блата то есть действительно повезло вот так я не знаю возможно ли еще второй раз такая история но вот так вышло у нас долго не было подходящих трасс я насколько понимаю это такой идеологический момент или действительно не было трасс этот раз трассы были но не уровня формула-1 они действительно они были и в прибалтике там были трассы но все-таки там проходили внутренние наши первенства и трассы уровня формула-1 она должна была создаваться специально под гран-при то есть условно говоря когда решили провести гран-при там у советского союза еще дата тогда бы сделали трассу и действительно в какие-то момент при брежневе они хотели они были очень близки к этому давление вначале был большой и вроде бы договорились и говорили я не знаю до какой степени никто не видел на самом деле этих документов но рассказывают что и сам вот берни колстон сейчас любит рассказывать что вот уже почти договорились дело было на мази городская гонка в москве на воробьевых горах нужно заметить что потом там действительно сделали трассу временем какое-то время проходили наши внутренние гонки но она была средненькая так с бетонными блоками не очень красиво это все выглядело картинка вокруг каш университет москва река это все красиво но сама трасса получилось не такая как была бы наверное если был гран-при потом это все ушло сделали венгры тоже не очень хорошую трассу не недалеко от будапешта но вот как-то рассосалась понимаете а потом 90 один за одним проекты было несколько в москве в нагатинской пойме уже практически подписали я видел этот проект автодром он был бы классный потому что на самом деле третье кольцо рядом две станции метро с двух сторон то есть транспортная доступность пойма реки все было бы здорово но сорвалось и вот когда пришло сочи здесь нужно намечить что это спасибо олимпиаде в данной ситуации если бы не было всего проекта олимпийского парка то скорее всего никто бы не стал тратить миллиарды на то чтобы с нуля построить там трассу но поскольку уже олимпийский парк был создан то нужно было совсем чуть-чуть достроить буквально пару зданий и можно проводить и действительно я думаю что это вот тут когда говорят олимпийское наследие вот это и есть олимпийское наследие а вы у вас есть какой-то вообще прогноз по сочи вот что будет сочи чисто вот в аспекте спортивным кто выиграет вы имеете ввиду конечно нет я не стараюсь нет вообще перспектива не вне про трассе и это по вообще про будущее у сочи есть вот я году такую спортивные я думаю стали вот смотрите уже я точно знаю что вот этот дворец большой который кстати часть трассы потому что там холм который мы видели во время олимпиады это будет так называемые стоячие места где болельщики которые любят очень формула-1 но не могут себе позволить билеты на трибуны они приходят стоя и там идеально на самом деле вот этот красивый дворец он на возвышении зеленая трава в несколько ярусов и будут стоять людей вокруг них три поворота то есть и этот дворец продолжает сейчас у себя принимать хоккейный матч то есть там появилась команда кхл туда люди приходят некоторые дворцы изначально должны были быть перепрофилированы да то есть конькобежный например он изначально в конгресс-центр там в экспо-центр перепрофилировать но тот же айсберг очень красивый где художественные всякие фигурное катание проходило он тоже будет продолжать принимать соревнования поэтому мне кажется что как раз что касается трассы я точно могу сказать что у нас не было ни одной всепогодные трассы даже те автодромы которые появились уже в российское время и которые достаточно хорошие у нас есть ну первые ласточки были смоленск нижний новгород уже выше среднего да потом казань прекрасный автодром и потом уже совсем другого уровня москва рису и под влаголамском чуть-чуть далековато там 80 километров по новой риге но он уже уровня международных гонок к нам приезжали разные чемпионаты там дтм мировая серия на несколько лет подряд приезжает супер байк приезжал но все-таки это не f1 и вот все эти трассы понимаете вот вы сказали в один потемкинской деле в принципе во многих странах так получается турция например тот же тильки тот же самый придворный архитектор f1 который строил он построил в турции да он построил в корее южной я был на этих трассах они классные но в чистом поле они не заинтересовали местных болельщиков они прошло несколько гран-при и все рассосалось а здесь не так я объясню почему смотрите вот все что я перечислил нижний смоленск казань москва это все средняя полоса выпал снег до свидания сочи олимпийский парк это теплый климат значит все наши гонщики все наши команды которые бы ездили и тратили адские деньги чтобы где-то в аму-даби в дубае жуха и в китае рядом с макао летали люди тренироваться вот всего этого не надо ты поставил свои трейлеры в сочи и ты втрое только транспортные расходы сократил до на тренировки трек дни ведь в любой даже на западе в самых продвинутых автодромах большая часть доходов это не билеты на гран-три какими бы дорогими они не были это трек дни когда люди на своих мощных машинах приезжай потому что везде все больше и больше ограничений камеры и так далее вообще не надо в городе летать а вот есть машина ты там вложил кучу денег в ее тюнинг ты думаешь что это очень крутой гонщик ты считаешь что картинг там ты перерос пожалуйста ты приезжаешь на трассу платишь а умеренные деньги шлем датчик раз в круг он отсекается и ты можешь уже не просто я быстро и вот пожалуйста вот мое время на круге а ты покажи свое и вот эти трек дни так называемые при программотной постановке вопроса весь южный округ федеральный представляете сколько там любители быстрой езды и любители красивых машин да они все будут на трассе поэтому я думаю что именно в сочи это очень хороший проект еще и просто с климатической даже точки зрения вот действительно у нас любители есть и красивых машин и любители быстрой езды но все-таки вот формула-1 если мы сравниваем с европой да вот вы же хорошо знаете расклад в европе вы там и жили и работали все-таки формула-1 не занимает такое место в россии как он занимает там ну там во франции и германии тоже италии вот вы сейчас перечислили три страны я по первой не соглашусь так дело в том что во франции сейчас автомобиль знаете как он настолько не политкорректен что он фактически попал под запрет если в италии вот эту любовь к феррари любовь к быстрым машинам все суперкары которые в имели романе делаются чуть ли не в гаражах там это еще перевешивает если в германии большая часть земель отклонила закон об автобанах там только одна маленькая земля там 130 все остальные безлимитные автобаны а это приводит к мощным хорошим машинам качестве а это приводит гонщикам и так далее то франция все-таки она начала скатываться и даже когда там был моментом вообще не было ни одного французского гонщика чего никогда не было сейчас они вроде бы вернулись а большой интерес не пришел следом за ними обратно а у нас наоборот я скажу что знаете вот я все-таки 23 года этому отдал и надеюсь еще столько же отдать даст бог да я вижу прогресс он не обязательно в телевизионных рейтингах состоит да у нас выросла там аудитория не миллиона два миллиона нас смотрит все равно вы скажете это мало на 150 миллионов населения да да это мало но этот рост есть и он постоянный и вот тот факт когда пришел первый российский гонщик виталий петров да он на выступал три года это был первый импульс сейчас пришел данил квят совсем молодой парень и который очень здорово едет у которого есть большая перспектива сейчас появляется свой гран-при я думаю что вот сочетание этих факторов плюс поскольку я же комментирую много гонок инди-кар дтм мировая сервина я вижу что везде есть россияне и больше того не просто вот вершина пирамиды то что видимо то что по телевизору показывают то что можно прийти поболеть а то что скрыто чуть-чуть глазу но то без чего не может существовать пирамида это детские соревнования рейтинговые соревнования там огромное количество россиян сейчас то есть база есть и эти ребята придут дальше то есть у нас гарантированно будут гонщики в следующих поколениях на высоком уровне но при этом гарантированно все больше больше обычных людей будет интересоваться гонками машинами поэтому я надеюсь смею надеются что будущее у гонок у нас есть и очень хорошие вот вы употребили термин по политкорректности я такой хотел бы очень неполиткорректный вопрос задать бытует мнение вот вы мне скажите как человек который разбирается что не может быть гонщиков среди азиатов что ориенталы они вообще машины в целом вот при том что они там боевые искусства вот то есть и есть какие-то виды спорта в которых им нет равных да вот каких-то восточных динамусах а вот с просто даже не с гонками у меня с вождением машин не складывается это такое российское заявление и вообще тэрис что вы скажете я думаю вы знаете смотрите опять таки вот мы возьмем японию и китай японии традиционно много поколений уже существует мощная автомобильная индустрия китай она только нарождается сейчас и точно также погонщиком китай пока 12 где-то на тест пилоты которые там к тому же родились в голландии и так далее то есть вот а в японии много поколений когда они не были чемпионами мира но были очень яркие пилоты очень ярким которые запомнились скажем так вошли в народное там агурии сузуки и вики у кота яма это были люди настоящий самура и они рубились плеча там такума сато сейчас продолжает в америке гоняться и также достаточно часто попадает в аварии то есть с одной стороны это как бы подтверждает вошли здесь но они очень быстрые и бескомпромиссные то есть вот это вот бонзай у них есть за уральское такое да да и но это почему потому что у них есть производитель них есть свои чемпионаты там где борются представляете себе один чемпионат где тойота хонда nissan они все вкладывают огромные средства да они борются между собой соответственно есть огромное количество гонщиков которые они тоже поддерживают кто-то к ним приезжает из европы кто здесь не нашел бюджеты на дамы им еще и платят деньги они пусть и во внутренней японской кухне варятся да то есть и все это вопрос подхода и мне кажется что нет вот такого кто-то мог сказать там знаете темнокожий например не может у нас есть чемпион мира льюис хэмертон например да совершенно нормально темнокожий другое дело что он не темнокожий из зимбабве из англии но почему потому что в зимбабве нет ни денег не автоспорта него дни инфраструктуры а в англии есть то есть он родился абсолютно не важно какие у тебя гены важно где ты родился на кого ты смотрел когда ты рос кому-то пытался подражать и так далее то есть мне кажется что больше вот в этом когда китай сейчас поднимется наконец то может быть мы вскоре увидим огромное количество гонщиков только оттуда потому что экономически там будет полно фирм которые могут их поддерживать трасс там будет полно просто население много то есть они смогут массово заниматься кто знает ну то есть вы считаете что такого рода заявление что этнические или там расовый компонент а как же какой русский не любит быстро это тоже это тоже с другой стороны мы все ее любим да но не все ее понимают и опять-таки вы про гаишников я про как раз вы знаете я я с этой стороны с этой точки зрения на стороне гаишников в народном отношении потому что но я стал чем больше я сам занимался картингом тем больше я становился на этой стороне потому что когда ты плохо водишь машину думаешь что хорошо вот тогда да тебе но это обычно болезнь начинающих как это бывает летать на улице подрезать шашечка для гонщик настоящий гонщик он получает достаточно большой выброс адреналина в гонках потом на улице во-первых он понимает опасность по-настоящему ну да во вторых он просто он там просто это глупо и не надо ты никогда не едешь на на пределе машины как бы быстро ты не ехал в городе а на картодроме ты можешь попробовать свой предел понять предел машины и так далее и на это ли это не нужно много средств это как скажем вполне ограниченный бюджет считаете себя вот лично безопасным да и знаком человеком который водит машину очень аккуратно не зарекаться знаете всякое совсем нет но и есть у города и любят там по погонять там вы вы в левом ряду едете обычно или не стараясь я еду на метро знаете 95 процентов вы что вы говорите я ненавижу пробки и а поэтому да я езжу на машине в москве после 11 вечер воскресенье а метро ваш там зрители не отцифровывают там смысле это же это же это же культурный зритель вы понимаете еще в чем отличие формула-1 да как-то очень культурный зритель даже если человек узнал он максимум подошел пожал руку что не достает а может быть спросил там как у квята дела или у петрова рача куплята дела кстати хорошо что вы считаете что штуку что нам квят покажет я думаю что это при определенном везении потому что без него никуда да то есть вы считаете что элемент везения очень одни и те же люди на моих глазах знаете вот бывают развилки и они не от него даже зависит и даже не от людей которые могут принять какие-то решения техники копеечная деталь сломалась и все пошло по-другому но поэтому я вот очень аккуратно но потенциал у него чудовищный вот вот даже не в таком в хорошем смысле и вот я вам скажу так что опять-таки он в правильной структуре редбула думаю дадим еще один шанс до маня урликова музыка рвозчиков может быть у меня был буран в свое время пусть он кота звали знать буран да буран а буран а буран просто любви к технике это когда наши наши урана у меня в чай каким образом вас код появился подарили или как-то прибил его просто выбрал да вот этого кота как-то понравился и вот какое-то время там а что с ним получилось что значит потом пришлось отдать там по разным обстоятельствам а понятно не очень там даже даже не буду спрашивать потому что да но он же здоров я знаю нет нет жив здоров и его чуть-чуть муран хороший хороший может нет он классный но он такой настоящий мужчина то есть ему не сидя на мировали надо чтобы чтобы его исследовать и жару все у нас режиссеры его продемонстрировали в полный рост чтобы поняли какой у нас красавица ладно все мужчина есть мужчина пусть гуку из пусть гуляет мне очень интересно вот когда вы смотрите фильму и еженесколько в фильмов причем достаточно известных про гонки про прогонки очень разные кстати да вот когда это снимает с таллона да я понял ваш вопрос это настоящий фанат гонок это смотрят как 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 фильму на это поднять себе настроение совершенно несуразный идиотизм вот так назовем это а сейчас сделали недавно фильм раш он называется у нас переводе это гонка вышла это реальная история между ники лаудой и джеймсом хантом лауда до сих пор жив и сейчас возглавляет mercedes например эта история по мотивам условно говоря чемпионата 76 года который был драматичным лауда горел на нюрнбурге чуть не умер потом вернулся весь перевяз и это реальная история она уже тогда казалось киношной совершенно и вот прошло там три-четыре десятилетия этот фильм действительно сняли но сняли настолько здорово и батальные сцены условно говоря да и сцены человеческие нигде нет передергивание нигде нет история очень и фильм реально вот когда я на него шел например если честно я не мог его естественно не посмотреть все фанаты гонок давно знали что он снимался его режиссер там в твиттере выкладывал какие-то отдельные картинки подогревался сюда но я очень-очень вот у меня сердце болело я думаю сейчас увижу развесистую клюкву а люди со стороны будут думать что это и есть гонки потому что такое ведь что это такое да крупно бюджетный голливудский фильм его посмотрят гораздо больше людей чем есть фанатов гонок условно говоря его для них это и будет формула-1 поэтому меня изначально было неприятное ощущение что нас вот сейчас подставят нас гонщиков а в итоге фильм был просто классный без вот даже если бы это был не голливудский фильм а просто фильм для узкого круга внутри гоночной братья лучше его сделать было бы тяжело вот вам пожалуйста пример вот два фильма за последние десятилетия один ни о чем при том что стал он вот мы с ним как с вами сидели несколько раз он приезжал в 90-х годах формула-1 он регулярно ходил в сберни кластоуном он он смотрел как это происходит у него есть итальянские корни то есть он был близко к феррари казалось бы человек в теме сделал полную ерунду а вот здесь последний вот этот фильм вышел год назад просто шикарно я вам буду открывать эту нашу чудо коробочку мы заканчиваем всегда программу такой игрой вправду здесь четыре фишки разных цветов и карточки таких же цветов на них вопросы не мои разную говорю есть вопросы откровенные неловкие на подумать голубые если бы белую карточку у нас на подумай засветить или надо мы думаем очень быстро думаем о чем значит так вы выбираете сперва фишку какого цвета и это красная и любую красную соответственно карточку сверху лежит откровенный вопрос изменяли ли вы когда-нибудь своему партнеру возможно не текущему да к сожалению лаконично но честно я не буду развивать эти еще раз они все вот так так ладно давайте опять сверху берем какая часть тела вашего партнера вам нравится меньше других такой нет но какая больше давайте все иначе я просто скажу к 40 годам будучи отцом трех детей составляя в двух браках ты уже учишься наконец выбирать себе то что тебе нравится на самом деле именно поэтому на этот вопрос нет просто ответа это именно то что что всегда было нужно желтая желтая выгоняли ли вас из клуба ресторана за что нет никогда на самом деле по клубам я просто не хожу принципиально из ресторана пару раз я уходил потому что мне не нравились некоторые вещи у меня никто никогда не догонял мы сейчас когда говорили некоторые вещи мы же не применю говорим что 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 вот может заставить человека уйти из ресторана просто хотелось бы понять отношения со стороны официантов то есть мы не это это не публика это обслуживающий персонал видимо да ну публика я опять таки я не хожу в те места где может быть публика которая бы мне не понравилась но иногда знаете не ясно города города видишь ресторан ты же не хочешь какая там публика я не конфликтный человек принципе него есть предел за которым гуэн берсерк ну хорошо значит я очень надеюсь что это не последняя наша беседа и что наши беседы есть таковые будут или беседа это войдет когда-нибудь в очередную книжку серебра 4 кадры правду про эту я дарю вам и мы все будем 10 12 октября слушать голос формулы 1 и смотреть на том на грамм будет смотреть я думаю мы будем смотреть конечно первую очередь на 5 мы будем за него болеть а вторую очередь на попова и на спасибо